В эфире информационный блог Доброе утро, Таллин. У нас в гостях директор Таллинского Линомейского Русского Лицея Сергей Гранджа. Здравствуйте. Добрый день. Совсем скоро новый образовательный центр Таллинского Линомейского Русского Лицея распахнет свои двери. Что в нем будет такого, чего нет в других школах? Ну мы совместно с нашей командой, совместно с городскими структурами попытались создать центр развития нового образовательного направления. То есть первая задача была это сделать образование гимназическое доступно для всех желающих жителей города Таллина, которые хотят получить образование. Я подчеркиваю, хотят получить, стремятся к этому, а не просто получить аттестат об образовании. Второе, мы учли экологическую составляющую, составляющую научную, составляющую интернедерную для того, чтобы создать необходимые условия комплексного получения образования. Это и большие лаборатории, это большие аудитории по типу высших учебных заведений, это оснащение всех учебных заведений технологиями, это и отделение роботики, это и большие компьютерные классы, это и множество спортивных помещений, и помещений для занятий театром, и музыкой, и хором, и журналистикой, и еще многими-многими-многими направлениями, которые ребята заложили в своих анкетах при поступлении в наше учебное заведение. Сколько в итоге гимназических классов будет открыто? Значит, мы рассматриваем таким образом, что в параллели десятых классов будет, на сегодняшний день это уже точно есть, семь десятых классов, и в каждой параллели одиннадцатых, двенадцатых классов будет три-четыре класса. Очень высокий спрос, а чем он обусловлен? Я думаю тем, что мы провели очень большую работу, по сути дела большинство ребят, которые хотели к нам поступать учиться, мы лично с каждым из них беседовали, и с их родителями беседовали, и находили точки соприкосновения, изучали их запросы, их пожелания. И когда мы увидели вот этот спектр их запросов и пожеланий, мы уже целое лето тратили не только на строительство, строительством занимался в основном я как директор, а моя команда как раз подбирала уже преподавателей не только общеобразовательного цикла, но и преподавателей предметов по выбору. Удалось ли вам решить кадровый вопрос? Можно сказать, что мы да, укомплектовались, но вот я сегодня уезжал из лицея, пришло еще три человека, которые хотят поступить в десятые классы, то есть мы уже балансируем на грани, если до конца месяца еще будет приток, то здесь уже вопросы с кадрами могут стоять, но не остро, но по одному, по два, по направлениям нам необходимо будет искать. На базе образовательного центра будет также работать спортивно-культурный комплекс. Кто сможет воспользоваться его услугами? Только ли ваши ученики? Нет, мы в нашем здании лицея Полиномей-10 предлагали родителям, бабушкам, дедушкам использовать те помещения совсем не свободно. Мы ведь задыхались, по сути дела. Школа была перегружена. А здесь как раз есть все условия для того, чтобы жители района Лас-Намея, да и всего города, могли приехать использовать наши спортивные залы, нашу библиотеку, наши актовые залы, наши залы рассчитанные, которые под театральную студию, под хоровое, под инструментальную музыку и так далее. То есть мы хотим стать именно, не планируем стать центром не только образования, но центром развития не только гимназистов учащихся, а жителей района. Спасибо вам за этот комментарий. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был директор Таллиннского Линно-Майского русского лицея Сергей Гаранджа. Продолжение следует...